Я считаю, что смертная казнь, как предупреждение некоторым подонкам, помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом. Сейчас стало общество наше жестокое. Никогда никто не притянет руку помощи, поэтому это, мне так кажется, связано в связи с этим. Потому что даже по нашей жизни сейчас дети между детьми озлоблены. Просто я сейчас столкнулась с этой ситуацией по жизни. Я знаю, как к моим детям относились на период того, что случилось. Поэтому мне так кажется, что за годами что-то у нас происходит в стране, и люди просто становятся сами по себе жестче. Расследование длилось полгода. Трудно было нам ходить в школу ребенку, потому что сверстники оскорбляли. Были у нас инциденты, что ребенка били. То есть вот такие вот. Ну, ребенок очень страдал. Не от взрослых, а вот от самих детей. То же самое у нас произошла ситуация в саду. Дети, получается, в старшую группу ходят и в среднюю. Там тоже. Дети не понимают, что они говорят, вот между детьми общаясь. Потом дети приносят это домой. И то есть, когда слышишь, мамы мне сказали, что я дядя убить, просто не хочется ребенку показывать слезы. Потом уже, когда там где-то спать положишь, или дети там занялись чем-то, уже просто, ну вот не сдерживаешься и все. Ну, в саду, то есть, как бы пресекались такие вот, ну, где-то что-то объясняли детям, что нельзя. А в школе, получается, как мне объяснили, то есть там тоже были такие моменты, что пресекали детей, то есть общались с родителями этих сверстников. Ну, мне единственное сказали, вы поймите, тут дети постарше, и детям мы никак не можем закрыть рот. Это идет из семьи, это идет от родителей. То есть они слышат разговоры родителей, и потом это все несут в школу. Здесь мы не бессильны. Сколько я уже слышала гадостей, наверное, до этого момента, я никогда столько еще не слышала. Сколько я вот в свою сторону плохого. Просто вот, сколько мы жили, много людей были, которые, то есть, обо мне отзывались хорошо. Когда все это произошло, все, я всех, получается, друзей, всех, всех, ну, вот всего того, с кем я раньше общалась, кто раньше мог поддержать, я всех лишилась. То есть все, все отвернулись. И вот в этой проблеме я осталась одна. Плюс еще четверо детей, мать, которая тоже, там у нее свои проблемы, она тоже в Минске сейчас обрывает наказанием. И это просто никто никогда не спросил как-то там. То есть вот даже, когда вот ставят, допустим, на какие-то учеты, да, предлагают, вам может какая-то психологическая помощь с нашей стороны нужна. За это время никто никогда мне ее не предложил. Вот, то есть это все боль, то есть вот все, что вот там со мной происходило здесь, мне приходилось на один с собой. Это очень тяжело. Решили мы переехать из города, потому что вот, ну, смысла здесь я жить не вижу дальше. То есть мы вот дом строили, то есть облагораживали, чтобы жили здесь дети, братья, то есть большая дружная семья, как у нас это раньше было в детстве. Сейчас как-то, ну, то есть вот нас в семье четверо, двоих, если не станет, то, ну, как-то, ну, смысла нет. Поэтому и тяжело, потому что сейчас столько насмешек, столько и ходить постоянно там или в город, или детей в сад забирать, и когда на тебя смотрят, такое ощущение, либо ты весь в резине, либо ты белая ворона, вот просто так вот смотрят на упор, это, ну, тоже очень неприятно. И просто я знаю, что сейчас, я просто пережила то, что было пока до садов, и сейчас, ну, я просто этого не вытерплю. Это будет, наверное, последняя точка. А я хочу просто жить дальше и воспитывать детей, чтобы дети не сломали психику, потому что ребенок старший, он по сути, по характеру, он такой мягкий и нежный, то есть он, ну, вот переживает, если за плохую оценку заработал, там, или что-то у него случилось, то есть, ну, вот эмоциональный такой. Я не хочу, чтобы им что-то в дальнейшем сломали. Я хочу вырастить достойных детей, чтобы они получили образование, получили то, что, может, когда-то я в детстве недополучила. То есть хочу со своей стороны, как со стороны матери, дать им то, что дети заслуживают. А здесь мне этого не дадут, потому что столько комментариев я в интернете читала, это просто гадость, что я таких же криминальных ращу. Думаете, я для тех детей хотела такой судьбы? Или их специально с самого детства учили, вот идите то, то сделайте. От этого, мне так кажется, наше общество не застраховано. Несмотря на то, что мы неблагополучная семья, как нас так считают, я знаю, были примеры, что из хороших семей тоже такое же, вот такое же случалось. Просто от этого никто не застрахован. Ни один человек на земле, мне так кажется. У меня был муж официальный. Так получилось, что он тоже два раза уже сидел в арестном доме. Тюрьма, правильно я не могу так сказать. Первый раз за алименты первому браку, там ребенок. И второй раз за нарушение наших законов. А он сам был гражданином Российской Федерации. На тот момент у меня на руках было трое детей. Мне как бы тоже, ну, стало тянуть эту лямку. Детей содержать и туда передачи постоянно, ну, вот тягать. Я, получается, мы с ним разошлись, я подала на развод. Он вышел, когда из тюрьмы, устроил дома скандал, то есть там, где я раньше снимала жилье. Ну, хорошо так приклался ко мне. И на тот момент у меня брат был младший, Стас. Он тогда жил в доме семейного типа. Ну, и Стас получил. Пришлось вызвать милицию. Просто я не ожидала, что он все так разнесут по школам, по садам. И вот в связи с тем, что был семейный скандал, нас в первый раз поставили как социально опасное положение носок. Мы сейчас, ну, вот матери, которые воспитывают детей, и если у нас в доме происходит насилие, нам не к кому обратиться за помощью, потому что мы потом сами себе делаем проблему. То есть бьют, значит, надо, чтобы нас били до конца, но никуда не жаловаться. И помощи никогда ни от кого не допросишься. Я отстояла благополучно СОП, меня сняли. То есть все спокойно было. В 17-м году был такой инцидент. Мать на тот момент была лишена уже родительских прав. Она уехала в Российскую Федерацию работать и на постоянное место жительства. Ну, постоянно поддерживали с ней связь, она постоянно помогала деньгами. Я попросила, говорю, Илья, я туда поеду на пару дней. И говорю, приеду назад, посмотри ребенка, то есть Яна, чтобы все было хорошо, чтобы на корме был, чтобы, ну, сходили погуляли там куда-то, ну, чтобы все нормально было. То есть сами поймите, до Москвы тоже дорога. Пока туда-то едешь, плюс по метро, по всему этому. Наверное, прошло дня два, мы уже вот собирались ехать. Звонит мне, получается, свекрова моего гражданского мужа. Говорит, у вас произошло ЧП. Говорит, Илья не усмотрел ребенка. Говорит, его могут забрать. И забрать всех детей из твоей семьи. Приезжайте домой. Ну, получается, когда сюда уже приехали, меня вызвали в СПЦ, социальный педагогический центр. И объяснили такую ситуацию. Получается, Илья находился во дворе, и Ян с ним играл. И Килим пришли друзья в компанию. То ли пиво распивали, то ли что, я так не поняла. Якобы увидела соседка, кастрица, нынешняя убитая. И позвонила, получается, в милицию, в больницу и в социальный педагогический центр, что ребенок оставлен один, то есть без присмотра. Вот. Ну, получается, меня поставили, опять же таки, на СОП из-за того, что я не исполняю свои родительские обязанности надлежащим образом. Я ребенка оставила в опасном положении жизни. СОП – это тоже тяжело пережить, когда как надзиратели ходят и проверяют. Каждую неделю посещают. Дни, конечно, не указываются, но это понятно. Приезжают, проверяют порядок в доме. Постельное белье, наличие продуктов питания, то есть потом сменные вещи, вот это вот все. Даже у меня вот лично раз была такая ситуация, ребенок маленький описался, и я не успела, получается, поменять пеленку. То есть вот ко мне даже до этого повода придрали, что у тебя пеленки станут. Хотя я говорю, вы понимаете, что, говорю, вам двери надо открывать, и ребенку. У меня же тоже, ну, не могу разорваться. Были такие вот ситуации. Отслеживают посещение садов школы, потом по коммунальным условиям. То есть все-все-все. Постоянно, если тебя вызывают, там, если ты не можешь прийти, если ребенок больной, идти все равно надо, если вызывают на какое-то там собрание или еще что-то. В любом случае любой человек может ошибиться. Но наше государство не дает нам шанса, чтобы исправиться. То есть если мы однажды попали вот в такое положение, как СОП, то все, значит, мы не люди. Нам за все вот время, когда я стояла на СОПах, мне никогда никто не помог. Наоборот, только вот ждали момент, что либо я сорвусь, то есть у меня закончатся нервы, или я запью, или вот такого типа же, что со мной что-то случится, чтобы отобрать детей. Но все это я выдержала, я говорю, это много очень стоило. Докладывает председатель Верховного Суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе не назовешь, не помню в каком районе, уже у них там и разбои были, и прочее, их наказывали и так далее. Убили свою учительницу. За что? За то, что она защитила у их сестры двоих детишек. Сестра никакая, а социальный элемент. Защитила и потребовала изъятия с семьи их, и передать другой семье в детский дом. Первым, получается, как говорится, огоньком в нашем соседке бывшей конфликции стали ее куры. Я посеяла ряд и посеяла кубнику. Ее куры мне, получается, уничтожили всю вот в ряду клубники. Я первый раз приходила к ней, давала замечания. А мои вот замечания никаких не было сигналов. Наверное, так повторялось раза два-три. Потом я обратилась в жилку монхоз. Там ей дали то ли, я так не поняла, то ли замечания, то ли штраф, то ли предупреждение. Прошло некоторое время, мы собрали деньги, то есть начали везти себе воду в дом. До колонки, естественно, траншею надо рыть большую. Там своими силами выкопали. И возле колонки, когда приезжали жилку монхозным подключать воду, перед этим прошел дождь. Там размило много грязи было. Она тогда тоже вышла, очень много возмущалась. Развели грязи, переехали, расплодили нищету. Ну, то есть вот такого плана оскорбления были. Ко мне приходили, получается, соцработники со школы. И вместе с ними приходила, получается, убитая. Меня тогда на тот момент дома не было. Ну, где-то в начале шестого я уже была дома. И как раз она пришла уже одна, без соцработников, без всего. И, ну, то есть я дверь открыла и начали разговаривать. По какому поводу вы ко мне пришли, что случилось. И, то есть, я бы могла понять, если бы ты мне просто нормально, по-человечески сказала, что у тебя имеется задолженность. А там началось все на повышенных тонах. А ты знаешь, кукушка, что у тебя имеется задолженность по газу? Я говорю, я вообще-то знаю, что у меня имеется задолженность. И вы к моей задолженности вообще каким причастны боком? Говорю, вы кто? Соцработник, соцпедагог. Я дефектолог, который, получается, уработаю в школе. Я говорю, моему ребенку вы вроде, насколько я знаю, сколько я общаюсь с учителями, вы не имеете никакого отношения. Я пришла тебя предупредить, если ты не оплатишь эту задолженность, у тебя, как у твоей мамы, мамы заберут детей, ты тоже сопьешься, детей забрать у такой, как ты надо, ты их не заслуживаешь воспитывать. Братья, зэки, всех попосадить надо, то, что маму посадили, и правильно. Ну, вот такого типа жабы или оскорбления. Я просто закрыла дверь, а перед этим сказала, в своей семье разберитесь, в мою лезть не надо, я в вашу семью не лезу, почему вы ко мне лезете? А на тот момент, получается, Стас был дома, и вот это все он, то есть, слышал. Наверное, может, день-два прошло, и вот это все произошло. Мне очень жаль, что произошло. Мне очень жаль и убитую, и родственнику, потому что за 19-й год я тоже потеряла родственнику, и тяжело терять родных и близких, и осознавать, что их уже нет. Поэтому и их стороной я очень поднимаю, но помочь ничем не смогу. Я однажды пыталась у сестры попросить прощения, но у меня это не получилось, потому что мое прощение никому не нужно. Я с детьми ходила на первый звонок. Было очень неприятно, когда при родителях, при детях, при учителях такое вот высказывание. Я, конечно, обратилась, написала жалобу директору школы, чтобы приняли какие-то меры. Если бы ты ко мне пришла домой или там вот возле дома встретила, это, наверное, было другое дело. Но зачем при ребенке такие гадости говорить? Он же все это слышит и все понимает. Это не маленький ребенок, которому 6 месяцев или год. Это взрослый ребенок, у которого слаживается свое впечатление на жизнь. Мы хотели построить баню с бассейном, чтобы быть здесь. Потому что от Черкова бассейн ехать в Краснополь, это немного дороговато. Или куда-то еще вывозить тоже. Поэтому хотели, чтобы было баня и с бассейном. Ну, вот, коробку выложили, а остальное нам построиться не суждено. Я тоже спрашивала, почему суд будет проходить не в Могилеве, а в выездной. Мне сказали, а на этом настояли родственники. Человек работал учителем, много коллег, много знакомых. То есть, чтобы, я так поняла, чтобы сделать показательный суд. Чтобы все посмотрели. Илья с Истасом писали ходатайство, и я писала их ходатайство, чтобы суд сделать закрытым. Наши ходатайства отклонили. Когда позвонил мне адвокат и сказал, что вашим мальчикам обоим смертная, ну, высшая мера наказания. Для меня это таким шоком было. И когда вот ходили уже на приговор, то есть у меня до последнего такая маленькая надежда была, что, ну, не будет. То есть, это очень большой шок. То есть, все стояли, аплодировали, а для меня это я не знаю. Назначить исключительное мере наказания в Светлой Украине. Рассказываю. Самая высшая мера наказания, я думала раньше, что это пожизненная. И вот потом, когда я начала штудировать интернет, я уже из статей вычитала, что мы одна страна, которая еще не отказалась, к сожалению, от смертной казни. Конечно, не хочу думать, что все уже все потеряно. Если есть маленькая надежда, маленький шанс, я буду цепляться. Вот мы все вчетвером. Я, это Стас маленький, Илья и Саша. Вот это детская наша фотография. С Новым годом! Семья только вот пришла, хотя Новый год уже прошел. Уже рисунки красивые рисовали. Вот это сестренка моя любимая, сестренки. Я для них была как мать. И тоже это вот забирают моих детей. Очень не хочется вот во все это верить. Я говорю, нету машинки, времени не отмотать все назад, чтобы спасти, уберечь, чтобы не было такого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...